Насколько мне известно, буквально вчера приобретались люди с просьбой о помощи, в отражении кредерского захвата. Почему ты не отказал? Я не отказал, я просто сказал, что я не приступлю к изучению документов до тех пор, пока они полностью не соберут все документы. Потому что у людей сложная проблема, и они предоставили мне 30% от той информации, которая необходима, и при этом они, будем говорить, ругают всех юристов, которые занимались до того, и по их словам, они уже поменяли 20 юристов, 20 адвокатов. Хотят помощи от меня и не предоставляют мне всю информацию целиком. Я действительно посмотрел их дело, оно очень интересное, оно очень перспективное. мы можем им помочь, но есть один момент. Пока я не получу документы в полном объеме, чтобы проанализировать всю ситуацию целиком, я не буду убраться за это дело по одной простой причине, я могу им навредить. То есть они мне говорят, ну вот вам же уже известно что-то, вы давайте начните пока, а потом мы вам дальше подведем еще документы. Я сказал нет. Ну я, например, прийти к врачу и сказать, вылечите меня, анализы никакие не собрать. Нужно полностью углубить свой процесс. Поэтому я им не отказал, как только они соберут все необходимые документы, предъявят ли их, я посмотрю, предложу им несколько вариантов, они сами выберут один из вариантов, и мы будем работать. Но при том, что они считают, что я им отказал, это не соответствует действительности. Нет никакого отказа. Есть просто нежелание заниматься частичным изучением документов. Документы надо изучать в полном объеме. И поэтому, как только документы появятся, я их изучу, я думаю, что мы им реально поможем, потому что там реально ситуация не запущена, можно работать. Мне такие ситуации нравятся, нравятся в плане того, что это не запущено, там еще есть что делать, и есть реально возможность помочь. Потому что в большинстве случаев, к сожалению, я как мертвому припарка. То есть когда уже люди все потеряют, когда у них уже нет денег на войну, на борьбу, когда у них уже все суды проиграны, они приходят и говорят, а что можно сделать? А уже ничего. А уже ничего, да. Потому что в начале, когда они идут к своим знакомым, друзьям в органах власти, им говорят, тихо, тихо, принеси столько, будем решать нам туда-сюда, и они доводят ситуацию до того, что потом вообще уже решить невозможно. И на начальном этапе все всегда пытаются решить с помощью тишины и денежек. А потом, если с помощью тишины не удается решить вопрос, уже люди поднимают шум, чтобы решить вопрос с помощью резонанса. Но как часто, получается, в большинстве случаев, дело заходит до такой степени в тупик, что уже ничем помочь нельзя вообще.